Международный день памяти жертв Холокоста Гость студии, председатель Совета ветеранов Севастопольской еврейской общины Борис Гельман. Здравствуйте, Борис Никодимович. Прежде чем мы приступим к беседе, я предлагаю посмотреть сюжет с исторической справкой. Ух ты, елки-палки. С приходом к власти нацистов в Германии в апреле 1933 года началось повсеместное насаждение антисемитизма. Государственная пропаганда стремилась максимально демонизировать образ еврея. Уже через два года были приняты нюнгерские законы, которые лишили евреев всех гражданских прав, а антисемитизм получил легальный статус. А в 1939 году нацисты приступили к реализации решения еврейского вопроса уже на территории других государств. После вторжения в Польшу всех евреев этой страны изолировали в гетто, где царили рабский труд, темнота, голод и эпидемии. Там тысячи и десятки тысяч людей ожидали окончательного решения своей участи. От остальных преступлений Холокост отличает то, что это была полностью осознанная попытка законно выбранного правительства фашистской Германии уничтожить целую расу. Любой еврей, попадавший к нему в руки, получал смертный приговор. И не важно, как долго он жил после этого, в итоге любой еврей должен был умереть. Около трёх миллионов евреев, половина всех жертв Холокоста были гражданами Советского Союза. Для их уничтожения применяли не только массовые расстрелы, но и поистине изуверские средства. Евреев топили, сжигали, замуровывали в каменоломнях, живыми сбрасывали в угольные шахты. Зловещие машины, душегубки, в которых убивали выхлопными газами, были опробованы именно на советских евреях. Абсолютно очевидно, что фашисты казнили всех евреев, попадавших к ним в плен на советской территории. Это был сентябрь 1941. Начало операции в первом лагере смерти. Евреев отправили в Польшу, где создали шесть лагерей смерти. Уничтожение людей проводилось в немыслимых масштабах и с невиданной жестокостью. После прибытия в лагерь под предлогом прохождения санитарной обработки направлялись в душевые. В помещение подавался газ, циклон «Б», и через пять минут все люди умирали. За время Второй мировой нацисты истребили шесть миллионов евреев. Память об этом ежегодно. 27 января отмечается Международный день Холокоста. К этому стоит добавить, что дата выбрана не случайно. 27 января именно советские войска освободили Освенцим. Борис Никодимович, здесь была дана общая информация. А вот с точки зрения истории Севастополя, что вы можете добавить? Во-первых, надо сказать о том, что Гитлер и фашистское руководство набросились на евреев, объясняя это тем, что из-за евреев Германия проиграла Первую мировую войну. Что они были противниками той политики, которую Гитлер проводил в Германии. И предъявил там целый счет, что и в чем они провинились. Это давно уже стало известно, каким образом нацисты проводят такую политику и делают виновной во всех грехах один народ, одну нацию. Те жертвы, которые понес еврейский народ в Холокосте, конечно, трудно каким-то образом объяснить. Но народ сумел возродиться. И в 1948 году было создано еврейское государство Израиль. Многие считают, что из-за того, что у евреев не было своего государства, не было кому их защитить. Поэтому так быстро созрели планы гитлеровского руководства. И они принялись за полное и окончательное, как они сами говорили, решение еврейского вопроса. Ну, вы все знают о том, как быстро наступали немцы в 1941-1942 году. В Севастополь они подобрались, мы знаем, 30 октября, начало обороны Севастополя. А 1 июля 1942 года германские войска уже вступили в Севастополь. Через неделю, 6 июля 1942 года, был издан приказ о том, что евреи должны зарегистрироваться в комендатуре. И затем им там выдавали шестиугольные звезды, выразенные из материала. А некоторые заставляли прямо там себе вырезать и нашивать. Отличительные такие знаки. И, значит, их расположили, вернее, отпустили домой, а назначили следующий срок. 12 июля они должны были все прийти на городской стадион, там теперь, который назывался Чайка, с вещами и с ключами от квартир, с бирочкой, где была написана фамилия или номер и все, что им нужно было. Для того, чтобы сразу... Им всем объяснили, что их увезут на работы для уборки урожая, для того, чтобы урожай привезти в город для населения или, может быть, для германских войск. Но когда там собрались эти люди, а некоторые севастопольцы их сопровождали, своих друзей, и оставили воспоминания. Одно из них оставил, значит, Третьяк, здесь есть такой человек, и второй Владимир Владимирович Петров. Они написали их, и из этого мы знаем, что жители города Севастополя видели. Петро, кстати, пошел провожать своего школьного товарища и сказал, что если ты у нас останешься, ты не являешься ярко выраженным по внешности евреем, и мы тебя спасем. Он сказал, моих родителей туда брали, куда же я дедусь. И так вся эта семья и погибла. Было немало людей, которые пытались каким-то образом оказать помощь своим соседям, но все это оказалось безуспешным. Сколько там было точно, никто не знает. Их развезли, значит, на Балаклавское шоссе, на 5-й и 4-й километр, где были рвы. В отличие от других городов, в Севастополе не надо было собирать людей в гетто, потому что во время обороны за эти два года, значит, много было воронок глубоких. Много было траншей, куда можно было поставить, стрелять и закапывать. Так оно и происходило. Основная масса была расстреляна на Балаклавском шоссе. Ну и также в деревне Шули, под Бахчисараем. Было около 20 различных мест, где немцы заранее все приготовили. Как люди пунктуальные, они это сделали быстро. Сколько было расстреляно? Официальные цифры, которые установила чрезвычайно-государственная комиссия, которая работала в июле 44-го года, 4200 человек. Ну, учитывая, что население Севастополя в 1939 году, еврейское население, составляло 5640 человек, ну, сумма такая, трудно ее себе представить. Но дело в том, что в город Севастополь приехало немало эвакуированных, поэтому население увеличилось. И эта цифра, которая иногда вызывает сомнения, она окончательно принята и зафиксирована и в энциклопедиях, и в различных документах. И даже в документе, который в прошлом году демонстрировался, когда была выставка в Доме офицеров. Вот таким образом. Там погибали самые разные люди. Но я хочу показать одну фотографию, может быть, кто-то ее знает, этого человека слышал. Это врач Звенигородский. О нем написал в своей очень интересной и очень трогательной книжке Георгий Задорожников, кандидат медицинских наук, который работал у нас в госпитале. Он запомнил его мальчиком, когда тот приходил его лечить. И когда он узнал об этом, он горько переживал и в книжке даже написал такие сочувственные слова этому доктору. Ну, были там и профессора, и пекари, и люди самых разных профессий. Два человека, две женщины только спаслись. Это Анна Сальник и Аза Тумбинская. Ну, по разным причинам. А Анна Сальник просто сбежала, а Тумбинская, там была женщина, которая была переводчицей, и она сказала, что фамилия там отца Романов, и она евреям не имеет никакого отношения, и ей удалось жить. Анна Сальник после войны оказалась в Италии, а потом приезжала сюда в Севастополь и внесла свой внос на строительство памяти Георгий Задорожного Холокоста. Вот так в Севастополе развивались события. Конечно, это беглый рассказ. Вот я, простите за демонстрацию, написал эту книжку, в 2004 году она вышла. Ну, сейчас уже накопилось материалов на две такие книги. Ну, может, когда-то состоится и издание. Но вот здесь вся история, которая предшествовала оккупации Севастополя и события, которые развивались, она кратко здесь и сложена на основании многих архивных документов. Борис Николаевич, ну и пару слов о тех мероприятиях, которые приурочены к памятной дате, которые у нас будут проходить. Я знаю, что они в воскресенье будут. Да, 29 января у нас в Севастополе в клубе благотворительного центра ХЭС Шахар в 10 утра начнется такой тематический день, посвященный жертвам Холокоста. Там будут демонстрироваться документы, там будут выступления и будет художественная часть, значит, которая подготовила Галина Саркова с чтением произведений литературы, стихи, музыка и такие театрализованные представления с тем, чтобы почтить эту память достойно. Ну, я бы хотел еще здесь... Да, у нас есть пару минут, если есть что сказать. Я не сам скажу, а я сошлюсь на президента России. В 2015 году Владимир Владимирович Путин посетил в Москве еврейский центр и центр толерантности. Вот что он там сказал. Мы скваляем головы перед подвигами солдат и офицеров Красной Армии, которые разгромили нацизм и остановили страшную машину истребления. Они защитили от агрессоров не только свою родину. Великая освободительная миссия стала делом чести для нашего народа. В этой связи хочу сказать, что, конечно, основную тяжесть на своих плечах в борьбе с нацизмом вынес русский народ. От всех бойцов и офицеров Красной Армии 70% – это русские люди, и основные жертвы на Алтай Победы принес русский народ. Но здесь, в сценах еврейского центра, хочу еще раз напомнить, что огромный вклад в победу над врагом внесли граждане Советского Союза еврейской национальности. Более полумиллиона евреев воевали в Красной Армии. Свыше 40 тысяч сражались в партизанских отрядах. Практически каждый третий, 27%, пошел на фронт добровольцам. И почти 200 тысяч погибли в боях за Отечество. Дорогие друзья, отдавая дань нашей памяти, мы должны смотреть в будущее. Преступления, подобные Холокосту, не должны повториться. Это наш общий долг и без преувеличения самая важная и актуальная задача для всего мирового сообщества. Но мы продолжаем сталкиваться с попытками раскалывать общество по национальному, расовому, религиозному признаку, с проявлениями антисемитизма, русофобии, с агретивной нетерпимостью к другим народам, культурам и традициям. Мы должны вместе противостоять этим угрозам, вместе защищать мир и свободу людей, отставить право государств и народов на свой путь развития. Я думаю, что эти слова как раз и служат и оценке Холокоста, отдают дань памяти погибшим и определяют наше место в борьбе с теми, кто пытается сеять в людях и государствах межнациональную рознь. Борис Никодимович, на этой ноте мы вынуждены прерваться. Время встречи подошло к концу. Спасибо за то, что поделились интересной информацией по этому вопросу. Спасибо вам. Напомню, у нас в гостях был председатель Совета ветеранов Севастопольской еврейской общины Борис Гельман. Время программы в контексте подошло к концу. Я желаю вам всего самого доброго. Эфир нашего канала продолжается. Не переключайтесь.